Значит, смотрите, вся специфика, связанная с пакетным менеджером и вообще пакетами в Linux ушла из задания. Осталась необходимость организовать ферму виртуальных машин из пяти штук виртуальных машин. Вот они, задания. Сейчас я про легенду все расскажу, хотя мне кажется, при временном чтении и так понятно. И эта ферма должна работать примерно так, как работала ферма, которую я городил на тех двух лекциях месячной давности. Или скольких-то там давностей. Выглядит это следующим образом. У нас есть шесть хостов, это зеленые квадратики. Каждый из них особого типа. Вот. Стрелочки между ними — это соединение. Направление стрелочек нужно исключительно для того, чтобы мы с вами понимали, с какой стороны у всего этого безобразия интернет, в который он должен лазить. Вот. На самом деле, понятное дело, что графы двунаправленные. Просто когда я генерил всю эту схему, они должны были быть направленными, чтобы было понятно, кто откуда куда ходит. Вот. Встречающееся обозначение. Самое простое обозначение — буква «Х». Хост. Это просто клиентская машина, у которой ровно один интерфейс. Настроенный руками. Ну, в общем, вот. Значит, дальше группа хостов муштизации. Это буква «Р». Она тут должна встречаться разок. В упор не вижу. Но где-то она тут есть. Буква «Р3». Буква «Р» — это роутер. Просто обычный муштизатор, который перекладывает пакетики из одного интерфейса в другой. Вот. Важно, что с двух сторон муштизатора две разные физические сети. То есть, вот. Они будут в VirtualBox по-разному называться. И два разных адресных пространства. То есть, муштизатор знает про то, что у него протопологию с этой стороны. Умеет организовывать муштизацию в каждую из подсетей, которые у него изнутри. Ну, так, с одной стороны. Да. И умеет, собственно, перекладывать пакеты из одного интерфейса в другой. Это его значение. Значит, помимо муштизации типа «Р», еще есть муштизация узел типа «С». Сейчас я его найду. Вот он. Вот. Это муштизатор на три дырки. Специфика домашнего задания была такая, что у него одна выходная дырка, две входные. Но это совершенно неважно в данном случае. Просто, ну, вот такая топология. У него есть две локальных сети внутри. Да? Со своим адресным пространством каждая. Еще одна локальная сеть снаружи со своим адресным пространством. И он умеет перекладывать пакетики. В том числе, он должен уметь перекладывать пакетики из этой сети. Но это получится автоматом, как только вы это все настроите. То есть, здесь проблем нет. Также существуют два муштизатора типа «Полис и Роузинг». Один того типа, который показывал на лекции. Это буква «П». От муштизации по портам. Помним, что традиционный роузинг, он устроен так, что у нас есть входящая сеть. В смысле, если не так. Есть локалки, к которой подключены наш муштизатор и по ним муштизация устроится автоматом. Есть какие-то сведения о том, какого диапазона и с каким размером подсети существуют удаленные сети и через какие хосты до них муштизировать надо. Это вам встретится в топологиях домашнего задания, когда у вас будет больше одной локалки друг за другом. Вам нужно будет на финальном муштизаторе прописывать, а где там у него какие подсети и какие муштизаторы для них. Это было в лекции тоже. И есть нестандартная policy routing, нестандартная муштизация, в которой принятие решения при направлении пакета принимается не на основании адреса получателя, а на основании, например, адреса или порта отправителей. Вот пример с портом был на лекции. Там мы перенаправляли 443 и трафик на 443 и 80 порты в другую сеть. И вот именно это и будет делать наш муштизатор типа P0. У него должен быть один входящий интерфейс и два исходящих. Понятное дело, что помимо всего прочего он должен еще и нормальную муштизацию делать, но главная его фишка состоит в том, что если у него приходит пакет на 80 порт, то он уходит в одну из подсетей, какую выбираете сами. А если у него приходит пакет на 443, а все остальные пакеты в другую подсеть. Довольно забавно это должно выглядеть. Еще один полис и роутер муштизатор, это так называемый source-based муштизатор, которого в лекциях не было, но там абсолютно ничего сложного. Те же самые рулы, те же самые все. Единственное, что команда другая будет не по порту, а по исходному пакету. Как работает source-based муштизация? Вам приходит пакет и в зависимости от того, кто его послал, он внезапно перенаправляется по правилам в одной табличке муштизации. Или по правилам в другой табличке муштизации. Вот пример. У нас приходит пакет с хоста H2. На этом основании он сразу отправляется в интернет через подключение E4. Или приходит пакет с хоста H3. И на этом основании он через влановый бридж отправляется дальше через муштизатор и дальше в интернет подключение E6. На основании source. Фактически вот эта фигня типа S будет работать как такой неожиданный концентратор пакетов из двух подсетей локальных в одном месте. А дальше рассылка их в два других места. Нельзя сказать, что они совсем не перемешиваются при этом. Но вот не перемешиваются. Вот. И это что касается муштизаторов. Теперь что касается устройств уровня L2. Это были устройства уровня L3 и устройства уровня L2. Их всего две штуки. Это бридж и бридж с поддержкой влана. Причем, если вы помните, на лекциях у нас был такой комплект из двух бриджей, которые одновременно гоняли по специальной локальной сети, по специальному сегменту сети, гоняли одновременно трафик и обычный, и завернутый в 802.1 school влановский пакет. Вот. Такого в заданиях не будет. Это просто слишком сложная конструкция. Она требует сразу пять хостов. Там больше места не хватает. Поэтому у вас будет чисто формально бридж обычный. Либо чисто формально обычный бридж, в котором на каждый забриджованный интерфейс навешивается выковыриватель вланов. И вот эти выковыриватели вланов, как в лекции, собираются в один бридж. Это значит, что на вот этой и на вот этой машине у вас тоже такие заворачиватели, выковырители должны быть, чтобы те пакеты, которые вы пересылаете, пересылались через влан. То есть, вот вы что делаете? Берете интерфейс, вынимаете из него только пакеты, принадлежащие влану, скажем, один в данном случае, или семь, не важно, сколько напишется. И вот его-то и настраиваете, и через него-то пакеты пересылаете. Вот. Бридж и влан. Топология так устроена, что они не смешиваются. У нас не бывает ситуации, когда все подряд... Но у нас бывают ситуации, когда несколько вланов подряд кажется. Да, вот смотрите. Жмак и жмак. Вот. Ничего не поделаешь, вам придется так сделать. Но это, в общем, никакого криминала в этом нет. Обратите внимание только на то, что это разные вланы. То есть, это не означает, что вся вот эта сеть, H5, V2, PO, V1, это все один большой сегмент Ethernet. Нет. Да? Всего лишь означает, что вот здесь вот один сегмент Ethernet между P0, V1, R4 и здесь. Напоминаю, что устройства типа Бридж в наших всех примерах не имеют собственных IP-адресов. Ну, вообще ничего не имеют. Это просто такие перебрасыватели этих самых фреймов Ethernet из одного интерфейса в другой. Вот. Теперь относительно подключения к интернету. Это я сейчас покажу, потому что этого точно не было. И это такая штука, которая не относится к нашей теме, про которую надо знать про VirtualBox. Видите, у нас почти в каждой схеме этих подключений к интернету больше одной штуки. Что это значит? Это значит, что у вас должен быть настроен хост, в котором есть не только оснастка для маршрутизации, но также запущенный фейервол. Помните, одна команда IP-Tables? Да? И включенный NAT на нем. Ну, собственно, это она и есть. Вот. Соответственно, если вы сейчас возьмете... Ну, давайте я сейчас приведу сразу пример. Да? Если сейчас возьмете вот эту нашу виртуалку по умолчанию, которую я всем раздаю, у нее один из интерфейсов работает по принципу NAT. То есть, вот сейчас давайте я про это чуть подробнее расскажу. Я, правда, на лекциях рассказывал, но это надо просто понять, о чем я вообще сейчас пытаюсь оттолковать. В виртуалбоксе есть несколько разных типов имитаций сетевого интерфейса. Видите? Из которых мы пользуемся только двумя. Это внутренняя сеть и так называемый интерфейс типа NAT. Что это значит? Это значит, что когда у вас внутри вашей виртуальной машины работает сетевой интерфейс, то в случае, когда он подключен к внутренней сети, ничего больше не происходит вообще. Кроме того, что все виртуальные машины, подключенные к той же внутренней сети, на своих интерфейсах видят все пакеты, которые в ней бегают, ну как на настоящем Ethernet. То есть, ну вот просто, вот вы говорите, интерфейс подключен к внутренней сети, которая называется так-то, и все машинки, которые подключены к внутренней сети, которая называется так-то, видят все фреймы, которые бегают по этой внутренней сети, ну и дальше там поступают с ними сообразно. А вот функционирование вот этого безобразия, которое называется сеть типа NAT, это гораздо более хитрая штука. Никакого реального представителя вот этого сетевого интерфейса в вашей хост-системе нет. То есть, несмотря на то, что через него, давайте прям посмотрим, несмотря на то, что через него... Да, значит, напоминаю, что в этом образе у всех пользователей его зовут юзер, пароль у него юзер, а пароль суперпользователя зовут root и пароль его root. Да, чтобы вы, значит, не путали. Я хотел сделать безлогидный пароль и забыл. Ну, в смысле вход. Ну и ладно. Вот. Да, напоминаю, что надо вот так вот входить в суперпользователя. Вот у нас все интерфейсы опущены. Вот. И я знаю, что, кажется, на интерфейсе ENP0S3, обратите внимание, они теперь называются так. Я довольно много спотыкался о переименовании интерфейсов, про которые я рассказывал, и решил его тоже убрать. Переименование интерфейсов – это лишний уровень путаниц. Вот они теперь называются просто по тому, на какой аппаратной шине лежат. Жестко, безо всяких, безо всяких, значит, ни вправо, ни влево не убежишь. Ну, так вот. Для того, чтобы проверить, как работает интерфейс ENP0S3, можно просто взять, запустить сервис, который настраивает все сетевые интерфейсы. Кстати, обратите внимание, он ругается на то, что мы его не подняли, не сказали ему IP-Link вот эту штуку set up. Вот. И это надо сделать в вашем отчете. Но об этом чуть позже. Вот. Вот, обратите внимание, он его сам поднял, сам настроил, и нам внезапно непонятно от кого, от какого-то волшебного, несуществующего в природе сервера автоматической настройки сети, приехали автоматические настройки сети в количестве. Вот этот непонятно где существующий волшебный сервер настройки сети, который называется, имеет адрес 10.0.2.2, это полная фикция. Его на самом деле нет. Это все для нас делает VirtualBox, когда мы говорим, что внешний интерфейс нашей виртуальной машины будет типа NAT. То есть мы посылаем в сеть туда запрос «Расскажи мне, пожалуйста, конфигурацию», и оттуда приезжает от несуществующего компьютера ответ «Твоя настройка 10.2.15», «Настройка муштизатора по умолчанию 10.2.2», «Настройка DNS». «190.2.168.101». Между прочим, это DNS мой собственный. Такой IP-адрес имеет DNS сервер в моей домашней сети. Ну, потому что VirtualBox не стал заморачиваться имитацией еще этого безобразия. Хватило с него имитации DHCP сервера. Этим всем пользоваться мы не будем. Обратите внимание на то, что в домашнем задании все настройки статические. Но мы можем узнать, что VirtualBox думает про сеть, которую мы показываем через интерфейс типа NAT. Вот. Таким образом мы можем все это узнать и проверить. Но! Но! Пафос моего выступления в данный момент состоит в том, что так делать не надо. Сейчас покажу почему. Вот мы выключаем эту машинку. Вот. Клонируем ее. Напоминаю, что при клонировании нужно включать нычку вот здесь вот крыжик связанной клонирования. Иначе 5 гигабайт диск склонируется у вас. И напоминаю, что здесь нужно переединировать MAC-адреса всех сетевых устройств. Не дай бог у вас в одной сети окажется несколько компьютеров с одинаковыми MAC-адресами на сетевых устройствах. Вот. Это диверсия. Вот у нас образовалась машинка Alt-Start или клон Alt-Start. Вот мы их запускаем. Вот они у нас загружаются. И мы хотим сделать им сетевые настройки. Обратите внимание на то, что поскольку это клоны, у нас Alt-Starter принадлежит сети NAT. И внутренний интерфейс принадлежит сети и залетит. И клон Альт-Сартер один интерфейс вотнут в сеть под названием NAT, а другой в сети залетит. Да? Варс. Совершенно одинаковые настройки. Если мы сейчас... User. User. Что-то у меня на автомате все время подстраивается под размер экрана. Я каждый раз говорю, нет, не надо, пожалуйста. А он говорит, я хочу. Я хочу поменьше. Вот. И вот мы, значит, запустили автоматическую настройку на одной машине. И на другой. И тут нас подстерегает одна очень неприятная засада. Обратите внимание, как настроены сетевые интерфейсы на обеих этих машинах. Вот сюда посмотрите. Ничего вас не смущает? Ну, я не жду ответов, потому что, опять-таки, я тут немножко выступаю в виде лектора. Когда вы используете в виртуалбоксе нычку под названием интерфейс типа NAT, для каждой запущенной машины образуется персональный, а не от ANAD, да? Маленький персональный NAT, маленький персональный DHCP сервер, который маленько персонально ее настраивает. И вообще все, все, все вот это вот. В результате к нам приезжают настройки совершенно одинаковые. Видите, да? То есть, ну, для начала к нам приезжают настройки внешней сети одинаковые. Это всегда сеть 10.0.2.0 слэш 24. И здесь, и здесь. И, во-вторых, вот тот сервер, который раздает настройки для этой сети, ничего не знает про тот сервер, который раздает настройки для этой сети. Поэтому возвращает их одинаковые. Не дай бог у вас вот так вот будут настроены вот эти подключения к интернету. Ну, скажем, вот этот и вот этот. Или вот этот и вот этот. Или вот этот и вот этот. короче говоря очень легко выстрелить себя в ногу как у эту ситуацию обойти эту ситуацию обойти очень просто надо использовать подключение типа над но не не вот это вот универсальное такое которое просто на скорую руку очень удобно я забыл сказать как она работает она работает очень просто вся вот эта фигня делается в мозгу virtualbox и после чего программа под названием virtualbox начинает генерить какой-то сетевой трафик и ходить куда-то в интернет вот сама программа как клиент вашего вашей операционной системе а там внутри себя на уже разбирается чуде это вот и все то есть в данном случае вы просто говорим другой virtualbox сходи за нас в интернет и отдай нам пакеты он так и делал вот значит как эта ситуация обойти как войти ситуацию вот с этим самым типом нам не надо использовать подключение вот это дефолт и потому что она видите устроен вот таким неприятным образом она для каждого экземпляра вашей виртуальной машины организует персональную маленькую сеточку абсолютно не существующую абсолютно виртуальную с абсолютно одинаковыми настройками так делать не надо это вас запутать что мы делаем идем вот сюда в настройки не вот сюда и это менеджер сетей хоста то есть эта ситуация когда у вас сетевая настройка вашей виртуалки имеет некоторое представительство прямо в хост системы там поднимается специальный интерфейс на него бриджется что-то ну в общем было бы у нас время я про это тоже рассказал его нет вот вот сюда идем здесь есть понятие сеть и здесь как видите есть специальные кастомные сети над которые собственно работают точно так же вот за исключением того что там у них настройки разные вы их можете сами специфицировать вот мы добавляем одну сеть над и вторую сеть на давайте посмотрим какие настройки 10 2 10 2 одинаковые но мы можем их поменять сейчас давайте их поменяем ну допустим здесь напишем 10 2 а здесь 10 4 и давайте ради ради чтобы мы знали что там 10 0 2 здесь здесь на 3 10 4 вот в результате у нас получается внешняя сеть в которой мы кстати можем выключить поддержку дхцп потому что ее во первых ее не требуется по заданию а во вторых мы знаем что по по примеру мы знаем что настройка сети ротер по умолчанию будет 10 0 3 2 кажется ну давайте проверим она нам не помешает эта настройка поддержка дхцп потому что мы и пользоваться не будем но может нам помочь в результате мы получаем две машинки точно также подключенные к интернету через совершенно такой же механизм когда никакого на самом деле а реального виртуального интерфейса который бы соответствовал вот их внутренностям нету и сама программа virtual box ходит в сеть но с точки зрения этих машин конфигурация внешней сети она просто разные у них ну вот собственно чем мы хотели так сейчас давай давай о него что-то она человек выключил что дыдых цепетом для просто медленно а я не выключил я извините вот да как-то 10 2 почему 10 2 не понял сейчас а все я не сделал главного он как был сеть на так и был сильно поторопился хорошо давайте выключаем вот вот здесь мы выбираем сесть над под названием над network 3 а здесь мы выбираем сеть над под названием над network 4 и вот теперь то они будут работать как мы хотим вот формально говоря мы можем даже включить их в одну и ту же сеть просто такого задания кажется нету который бы который бы это позволяло делать вот и они получат там разные адреса потому что будет одна и та же сеть да вот в этом разница вот эта сеть над просто которая по умолчанию она для каждого хоста персональная а вот эта сеть которая кастомная она общем и туда можем несколько хостов посадить каждый из них получит свою настройку каждый будет ходить в интернет и они еще будут друг друга видеть но кажется такого нету если вдруг такое будет ну отлично это как бы но мне казалось что такого в заданиях не вот сейчас я покажу что это работает и собственно вот этот получил адрес 10 3 обратите внимание на том интерфейс который внешний да понятно на внутреннем ничего вот а этот сейчас получит адрес 10 4 вот кстати сказать поскольку эти два хоста внутренним интерфейсом подключены к одной и той же сети изолейтед мы можем сейчас между ними наладить какую-то связь да ну скажем там 10 20 31 слэш 24 а здесь соответственно это надо еще скопировать копировать подставить да 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 только ай что-то не то сделал а ну да здесь на плоско удалить 1 сказать от 2 вот да не этот что всем было понятно о они сейчас еще пингутся будут вот такая вот картина нет что касаемо настройки давайте вернемся к заданию это что касаемо настройки вот этих и до должны быть они устроены примерно так я от вас не буду требовать настроек virtual box а ну потому что вот да что еще из того что не было объяснено в других лекциях про именование интерфейс я уже сказал теперь именуются вот так вот и да значит напоминаю что когда вы добавляете интерфейс к виртуальной машине давайте мы сейчас если вы добавляете вкус очередной интерфейс в сеть а это нужно тогда когда у вас три интерфейс на машине они два вы просто вот здесь его включаете вот здесь от говорить что это допустим внутренней сеть здесь выбирается название вот и не забудьте пожалуйста вот здесь вот включать про мускитет прошу прощения за терминологию но она именно такая про мискиус мод зачем вам виртуал боксе ввели это ограничение снаружи и почему она по умолчанию выстрелив запрет я не знаю а если вы не помните про мискиус мод это режим работы сетевой карты когда она сетевой карты самой когда она не фильтрует мак адреса пробегающих мимо фреймов и все фреймы которые видят в эзернете отдает ядро по умолчанию такая фильтрация происходит по умолчанию режим разборчивый такая фильтрация происходит и сетевая карта получает только те фреймы в которых есть либо широковещательный мак адрес либо его своих собственной вас bridge таким способом не сделаешь потому что bridge эта штука которая принимает все фреймы перекладывать все фреймы поэтому вам нужно обязательно включать вот такую вот вещь это и в отладке вам поможет в общем не забудьте вот что еще это это при добавлении что делать при добавлении сети кстати давайте посмотрим как она будет называться как она будет называться при старте я бангую что название будет похоже на другие сетевые карты ен ен что-то по что-то с что-то единственное что должно отличать эта позиция слота то есть видимо последняя цифра которая с будет у них отличаться кстати не надо было делать с у минус там можно было так сказать так с 9 вот это как типа питательная карта по добавлены в девятый слот хороший 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 годный контроллер 9 слотов писем вот вот собственно дайте название не говорящие но по крайней мере они четко соответствуют тому месту в биосе которая никаких никакой логики с переименованием не происходит так и это что касаемо что касаемо добавление устройств так поскольку вам нужно понадобится настраивать днс совершенно не обязательно его настраивать так как я это делал выковыривая вот эту вот резал в конф из из работы дхцп вот вы вполне можете днс настроить просто как там где-то тут не видно в задании где-то был написан вот вполне можете упереть его в google или в cloud fly вот вполне годится днс 8888 или 1111 а важно что формирование файла resolve.conf должно быть в вашем отчетном скрипте вот я наверное забыл сказать хотя это подразумевалось что поскольку теперь вот когда вы сделали свою собственную сеть типа над настройки 10 этой сети вам известны заранее да вот они то вы вполне можете настроить статически никакого дхцп запускать не надо вы и так знаете что там значит что 1003 а говорил 10032 этому шутизатор а вы берете любой любой адрес из диапазона больше чем вот и все мне кажется что я из того что не говорил сказал все вот сейчас я погляжу еще сюда да значит я специально проверил работает ли схема когда у вас вот это специфическое над подключение типа над потом бридж а потом только хост она работает то есть вы вполне можете забриджевать с над интерфейсом интерфейс прокинуть и вот сюда и вот здесь вот уже начать настроить не вопрос так тоже работает это это все вполне рабочий вариант но могу озвучить только еще раз озвучить все нужные волшебные советы не забывайте что любой мошутизатор должен поддерживать мошутизацию то есть у него должна быть включена вот эта вот фигня где она тут вот эта вот фигня вот как ее включать есть в лекции есть на этом сайте не забывайте что любой выход в интернет вот здесь или если через bridge то вот здесь должен быть обмазан фаерволом и натом иначе у вас просто работать ничего не будет вот опять таки над это одна команда вот и ваш отчет сейчас нет нет еще что-то да что должен быть настроен dns иначе не будет работать там какой-нибудь ping 20 и главное не забывайте что единственным контейнером настроек которые у вас на хосте появляются должен являться этот ваш shell скрип простейший из команд то есть не надо откладывать какую-то конфиг в конфиг после чего вы не вспомните что вы туда отложили и у вас все будет работать и без соответствующей команды а на самом деле не вот проверяйте это так да значит отчетом является пачка скриптов по одному на каждый хост на каждый узел которую собственно настраивают всю сеть соответственно 5 shell скриптов должны прислать в качестве отчета на там две почты указаны по моему дмитрий юрьевич и я вот собственно все мне кажется я рассказал все что хотел я очень надеялся на то что кто-нибудь из здесь присутствующих еще в момент когда был первый вариант этого задания страшный ужасный выполнил те действия которые можно было сделать еще тогда а именно скачал виртуалочку проэкспортировал ее потыкал получился ее клонить вот это вот все потому что если нет то вам предстоит это сделать сейчас вот ну и соответственно мне предстоит это отвечать на вопросы не сейчас потому что сейчас у тех людей кто еще ничего не начал вопросов не вот критерий работоспособности вашей площадки со всех узлов которые не мосты должен работать пинг и должен работать хттп вот все значит я сказал все что хотел будьте добры задавайте вопрос я даже то есть я даже шарить и не перестану выговорить просто вслух у вас а где-то там в чатике было я не помню если честно на какой-то типа еще и там число 14 что день правда не помню извинить более того по моему в чатике спрашивали и и битрюч отвечал я сейчас могу посмотреть если хотите но я думаю что мы все потом посмотрим но вот очень плохо что вопросов нет это как правило означает что либо все понятно либо ничего не понятно и у меня такое ощущение что скорее 2 чем 1 ох ну окей значит смотрите если никаких вопросов нет ни почему то мы можем я могу попробовать поотвечать вопросы например про семестровый проект если у кого-то еще на этот счет есть какие-то сомнения потому что напоминаю что вообще-то время это у нас время прав у нас еще есть целых 45 минут на это да но ее записывал не я и где она в каком в каком варианте и кто ее куда выкладывал у меня никаких представлений об этом нет вот сразу скажу что эта лекция была посвящена как раз вот подробностям настройки через гид цене от которых я который я выкинул поэтому у меня есть ощущение что я ничего особенно путную там не сказал скажем так особенно годную для решения домашнего задания сейчас ага хорошо тогда видимо если вопросов нету все остальные вопросы перекладываются в телеграмку я думаю что вы видели там заведен прям целый отдельный чатик куда всех добавили вот соответственно если что разговариваем там что просто не не засорять эфир я всегда готов помочь вот вы знаете вот так что да и видимо тогда на этом все видимо тогда на этом все хочу сказать что скорее всего будет шестого числа лекция я очень планирую ее сделать пусть мне страшно не понравилась предыдущая лекция хочу просто ее перечитать вот так что вот следите следите за выпусками я имею ввиду лекцию по питончик значит у нас у нас остается еще один практику который будет посвящен дипломенту пакетированию и это будет у нас практику по понедельникам 10 это выходной да значит 17 единственный практику остается вот да значит практику по последней стадии которая автомашина катинус интегрешен и все остальное последние лекции видимо не будет вас осталось еще 2 2 2 лекции вас еще одну я перепрочту потому что мне не нравилось предыдущие одна быть писяй а практику по себе не будет ну там в общем и непонятно что может служить отчетом вообще давно пора будет вместо этого сдавать семестровые проекты вот это все хорошо еще вопросы тогда видимо все останавливаю